Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым посетили Одесский порт, где происходила погрузка украинского зерна на одно из суден. Сухогруз отправился в Турцию. На его борту 10 тысяч тонн пшеницы. Это очень волнительно быть сегодня в Одессе и видеть, как грузят пшеницу на судно. Я очень рад этой возможности. А с другой стороны, мне очень грустно, потому что я вижу, как большие мощности этого порта не используются. Я надеюсь на то, что смогу в скором времени вернуться и увидеть загруженными все терминалы. С начала работы зернового соглашения из трех портов Большой Одессы вышло 25 судов. На их бортах вывезли более 600 тысяч тонн украинской агропродукции. В планах администрации морских портов Украины увеличить отгрузку зерна из одесских портов. Нас будет устраивать достичь 3 миллиона тонн ежемесячно. И еще наши полтора миллиона, которые мы экспортируем через дунайские порты, железной дорогой и транспортом. Тогда мы достигнем 5 миллионов тонн, что отвечает довоенным поставкам. Сейчас из портов Одессы, Южного и Черноморска к отправке готовится 10 суден. Они поставляют зерно, кукурузу, сою, подсолнечное масло. По словам министра инфраструктуры, уже есть более 40 заявок на вход в украинские порты. Помимо всего, терминалы уже начали принимать новый урожай. Наше государство готово быть и будет гарантом глобальной продовольственной безопасности. Именно увеличение экспорта украинского зерна президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время трехсторонней встречи с президентом Турции и генеральным секретарем ООН накануне во Львове. Украина, Россия, ООН и Турция продемонстрировали пример совместной работы, которая несет исторический характер. Сейчас не только Украина, но и весь мир чувствуют позитивные результаты стамбульских договоренностей, которые сделали возможным безопасный экспорт украинского зерна через Черное море. Второй вопрос, который обсудили во время встречи во Львове, ситуацию на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. Ядерный шантаж России неприемлем. Заверили все стороны переговоров. По словам Антонио Гутерриша, он поддерживает визит представителей МАГАТЭ на АЭС. Стороны обоюдно пришли к согласию в том, что территория атомной станции должна быть демилитаризована. Россия должна немедленно и без всяких условий вывести свои войска из Запорожской АЭС, прекратить все провокации, прекратить все обстрелы. Недопустимо, что Россия ставит всех нас на грань радиационной катастрофы мирового масштаба. В тесном сотрудничестве с МАГАТЭ секретариат ООН провел оценку и определил, что он имеет на территории Украины все необходимые логистические и безопасные возможности, позволяющие обеспечить реализацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. При условии, что эта миссия будет отправляться из Киева, а также при условии соблюдения соответствующего согласия на миссию МАГАТЭ со стороны России и Украины. Также генеральный секретарь ООН подтвердил, что в оккупированную Россию Еленовку Донецкой области будет направлена миссия по установлению фактов взрыва в колонии, в результате которого погибли украинские военнопленные. Он также сообщил, что беспрепятственный доступ к месту трагедии должны получить и представители Красного Креста. То, что произошло там, неприемлемо. Все военнопленные получают защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права. И Международный комитет Красного Креста должен получить доступ к военнопленным, где бы они ни находились или содержались. В свою очередь, президент Турции Раджеп Таип Эрдоган заявил, что его страна снова готова стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. В том числе он намерен попытаться договориться с Путиным об ускорении процесса обмена пленными. В ответ Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не видит в ближайшее время возможности для переговоров с Россией. Они, по его словам, возможны лишь тогда, когда российские войска покинут всю оккупированную территорию Украины. Я сказал свое мнение президенту Турции, что веры нет Российской Федерации. Я считаю, что в этом окне российское оружие, и поэтому я очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют и бьют крылатыми ракетами по нашим гражданским городам, гражданским инфраструктурам, не могут хотеть мира. Поэтому сначала они должны освободить наши территории, а потом будет потом. Турция поможет Украине в послевоенном восстановлении. Соответствующий меморандум подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмед Муш. Первый проект уже реализуется. Это восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен во время российского вторжения. Также речь шла и о других объектах, пострадавших в ходе боевых действий.